Всем привет, меня зовут Роман, это канал Роман Плей и игра Euro Truck Simulator 2. Так, мы закончили стримчик, я хотя сказал, что будет в следующий раз в стриме и видосов не будет, но подумал, на YouTube все-таки надо выложить видосик. Так что сделаем промежуточный между стримами, видосик по поездке на, ну как раз по Норвегии, наверное, до Швеции доедем, может быть по Норвегии просто, сейчас посмотрим. Ну, как тогда вот мы закончили, идет дождик, сейчас мы находимся в Норвегии, город, я забыл, а, Берген, так что в город сейчас до Осло доберемся, а может куда-нибудь в Швейцарский, ой, в Швеции город, посмотрим. Так, давайте посмотрим грузы, что тут у нас есть. Просто снимем промежуточный видосик, а потом в следующий раз замутим уже стрим. Так, это нам не туда, а вот как раз таки есть двойная сцепка любимая на Осло. Что-то не дофига ли там. Это вообще-то. В Ковенград есть. Так, ладно, прямо на Финляндию. Так, давайте посмотрим онлайн заказы, что тут имеется у нас. Какая-то бочка. Корма для животных, гусеница, экскаватор погрузочный, бобы. Тут, смотрите, сколько разновидностей, а? Трактор можно отвезти, гусеница, помню, кто возил, такой тоже я возил, вот это не возил. Уксус, медные водосточные системы, потом филе атлантической трески, кленовый сироп, напитки, вообще на выбор, вот все, что хочешь, что и выбирай. Тяжелый груз даже можно выбрать. Так, что это резервуары. Все, на Осло закончились. Мне, честно сказать, понравился груз, очень даже ничего. Вот этот, о, что-то уже исчезло. Вот этот трактор, мы, наверное, есть видео, так что давайте возьмемся за работу, потому что такое вроде я еще даже не возил. Так, кажется, я кидаю, сейчас приблизимся, наверное, к Швеции. Так, рецепт готов и ждет нас. Так. Заводим наш замечательный грузовичок. Так, спрячься, я сейчас спрятал. Так, сыгая. О, тут вообще недалеко. Тут вообще близенько, да, у нас. Как лучше проехать-то? А, вот здесь вот. А, на как раз через дорогу. Получается груз, вот тут напротив. Давайте дворники включим. Да что такое-то? Ага, вот он наш трактор замечательный. Вообще круто выглядит. Сейчас мы его цепляем и погнали. Все, прицепили нашу тракторезку. Все горит. Так, сейчас давайте-ка сделаем дождь, такой, конечно, хлещий, трындец. Так, сейчас давайте-ка сделаем дождь, такой, конечно, хлещий, трындец. Так, ну что, поехали. Так, здесь мы выйдем. Идешь туда. Так, ага, проходим, проходим. Где еще? Просто двойная сцепка стоит, блин. Ну, норвежцы и шведы, они очень любят эти двойные сцепки. Ну, честно сказать, да, САУ двойной прицеп прицепил. И САУ уже больше груза сведется за одну ходочку. Он в Австралии вообще там составом не ходит. У них там траки, там САУ уже по четыре прицепа, по пять. Че там справа, я ничего не вижу. Да вроде ничего. Ага, слева зато помеха. САУ перегородил всю дорогу ко всем чертям. Ладно, там вроде все равно никто не едет нигде. Я помню, собирались всегда, сейчас увидел установку, разработчики. Дальше надо. Разработчики собирались сделать, чтобы автобусы ехали по маршруту. Там пешеходы ходили. Ну, пока что-то. Так, все чисто. Пока что-то они ничего не сделали. Ну, не знаю, там такой сложный, я думаю, процесс. Все это оптимизировать и чтобы это все работало нормально. Камера. Да, на стриме там я при въезде в этот город хорошо, а более на 3040 евро. Получается, там еще я столкновение сделал, там что-то еще. Ну, где-то да, на 5000 меня там на штрафах разули. А да, вот этот офигительный туннель. Вообще, это я не знаю. Это супер-пупер. Я просто был в шоке. Я такого, так сказать, не видел. А не, это просто туннель там дальше пойдет, значит. Сейчас при выезде мы его увидим. Так, получается, у меня там доставка была груза на 22000, но с тем условием, что 5000 я там потерпел убытков. Ну, в итоге осталось 17. Ну, тоже, конечно, неплохо, но 29 было бы лучше. Не как солнышко вылезает. И заканчивается дождик. Круто. Лимон дороги, да? Нет, ты можешь побыстрее-то ехать, а? Тут ползем уже 25 км в час. Да, вот этот вроде бы туннель. Тигар рванул. Там как раз таки есть это. Смахнем лишнюю воду. Да, вот оно и солнышко. Сейчас посмотрим всю красивость Норвегии. Так, я там вроде спать хотел. Ага, я отдохнул, да? Да-да-да, я доехал в конце стрима. Отдохнул. Я отремонтирую так, потому что мы там столкнулись. Вот она вся красивость Норвегии. Ваще красота, да? Горы. Ой, что-то мы на обочину вылетели. Может сбавим немножечко это. Да, красота. Может быть где-нибудь. А, сейчас это мешает тут. Так, думаю на фоне вот этого будет красивая. Ну, что-нибудь там из этого выберем. Красиво, конечно, не спорю. Вообще северная часть Европы, вот именно вот в летнее время, если смотреть, там как будто зимние там все мрачные, вечно дожди у них, холодная. А вот именно вот в летнее время, когда вот солнце, это вообще красота. Мало, надо побольше. Так, вот вроде вот этот туннель выходит на... Нет, на следующий уже. Забыл точно. Тут все туннели, туннели одни. Ну, что мы ползем, я не понимаю. Это разрешено уже 80 км в час ехать. Может и будем придерживаться этой скорости? Вообще красота опять. Выдаем тут справа такой. Слева какие-то домики там были. Вообще красота. Деревья, горы. Да, очень красиво, конечно, тут. Ничего не скажешь. Просто когда был дождик, вся эта красота немножечко терялась. Ну, по-моему, что дальний в каких-то нет, дальний вот. Ну, опять туннель. Просто правильно. Тут горная такая поверхность. Чтобы все сравнять, ровные дороги были бы. Именно все сделали туннелями. Опа-опа-опа. Тут вообще гору немножечко срезали, по ходу дела. А вот как раз таки вот этот туннель. 93 евро содрали. За что? Ну, то, что я там в том городе был. Тогда понятно. Я здесь катался по этим всяким туннелям. Там это все было красота такая неописуемая. Да, я понимаю, за это часто за что я заплатил. А, или вперед уже? А, там, наверное, терминала нету. Получается за пересечением вот этих двух туннелей красивых. Так, нам... Ага. Только направо. Вот он опять красивейший туннель вообще вот. Вот оно сделано красиво. Кольцевая. Туда пошло на... Какая-то другая дорога, а сюда другая. Туда один туннель пошел, а сюда другой туннель. Как раз таки, куда нам надо? Сейчас с этого туннеля мы будем выезжать. Будет мост. О, теперь мы посмотрим, это было темно и дождь шел. А сейчас мы на него глянем. Вау, вообще супер. Ой. Это круто вообще, такой мост. То есть какой-то туман стоял, ничего не видно было. Круто, такие горы, горы. О, вообще классно. Сейчас мы опять этот мост переедем, опять будет туннель. А вон еще на туннеле какая-то дорога еще там сверху. Не, ну это круто. Это очень круто. А, как раз сейчас я по этой дороге поеду. Точно. Я тогда ехал именно в этот Берген, да, город. Я вот ехал оттуда, прямо как раз таки. А вот здесь был налево, там поворот. Сейчас я там право уйду. Как раз таки мне на ослу надо вот сюда. Оттуда вот туда и оттуда приезжал. Вот с этого. Сейчас мне сюда вот. Круто вообще так сделано. Я не знаю, вот норвежцы вообще молодцы. Такое сделать, это вообще проделать такую работу. Я так понимаю, вот они просто выдолбали. Даже тут ничего такого, чтобы не сделано. Вот он мост, на который мы ехали. Где-то такие повороты. А вот как раз таки над туннелем сейчас дорога пойдет. Вот она. Вот и мы в горы опять отправляемся. Вот да, мост. Не, ну это вообще круто. Так, где-то мост. Так, все, мост мы проехали. Вот как раз над туннелем сейчас проехали. Нет, это вообще крутяк. У меня вот этот туннель, вот этот мост, это все пьезы вообще вот там. Особо так ничего такого не сделано. Ну, простая дорога. Ну, как это все сделано, это вообще круто. В Италии там тоже есть наподобие. Ну, там не так, конечно, круто все это выглядит. Здесь просто еще такой свет так упадает именно на дорогу белый. А сверху так вот именно в гору отдает таким синим. Там вообще круто такая растетка сделана. Так, тут любители после туннелей сделать камеры, да? Сейчас хуже нету. Там дорожная работа впереди. Так, и стоит светофор, да? Круто. Круто. Вообще круто. Ох, какой вид вообще шикарный. Вид вообще шикарнейший. Солнце светит. Такие все горы здесь. Вообще классно. Так, успеем мы поскочить-то? Ну, принц, я все, светофор пересек, так что я... Что-то они тут глобальное замутили. Ну, и как всегда опять любимый туннель. Ну, без этого я смотрюсь никак, но горная такая местность. В Италии тоже там все горы. Также Швеция, Швейцария всегда там тоже такая горная местность. Ну, вот и спасаются то, что делать более ровные дороги. О, заправочка. Давайте-ка мы, знаете что? На левую сторону, да, наверное? Ладно, в принципе, терпит. У нас и в городе такая заправка от копья открылась. Что-то это такое там вижу. Такие зигзаги на дорогах, это что-то... Немыслимое. Ничего себе, такой вид вообще шикарный. Классно, такие горы вообще. Очень круто. Там такой обрыв внизу. Опасный. Опасно там внизу вообще. Ну, выглядит очень шикарно. И опять любимый туннель. Хе-хе-хе. Хе-хе. Кстати говоря, этот туннель... Опять какой-то круговой там... Таким каким-то кругом там с зигзагом сделано. Но это круто. Это вообще... Хе-хе. 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 Да, вот... Хорошо, что я не взял поездку на Швецию напрямки, да. И не... И не взял, как раз таки. Я хотел еще сократить путь на стриме. На Берген. Напрямую на пароме. Минуя всякие вот эти проезды. Так бы изначально туннель бы я этот не увидел... Ну, конечно, там была ночь. Было темно, дождливо. Но все равно что-то мы увидели. А теперь повторно еще на видосики. Тут еще другие туннели. Все что-то ремонтируют. Тут опять что-то ремонт какой-то. Так, я так и понимаю, что опять будут туннели. Мы нырнем... Да, а этот туннель шел выше. В горе. По ходу дела. Да, потому что мы в эту... На высоту поднимаемся. Вот сейчас мы... Как раз таки поезжаем по тем местам, где уже ехали выше. Или ниже. Не, ниже скорее всего. Потому что мы выше поднимаемся. Да, мы ехали в этой же горе, только были ниже уровнем. И это круто. Вот я реальности вот на машине прокатился. Поэтому тут такие вот места вообще... Шикарные. Вот опять едем. Мы уже здесь внизу ехали. Вот мы поднялись еще выше. Да, внизу там такой обрыв. О! Здесь типа туристическая такая остановка. Можно... Реально можно остановиться. Вон какие-то домики тут. Чего посмотреть на все эти живописные места. Ну, конечно, такое грех не посмотреть. А теперь что-то мы немножко спускаемся. Все, горы закончились. Такой, ну... Более ровнее ландшафт пошел. Классно. Не, вот через Норвегию что я хотел прокатиться. Потому что здесь очень красиво. Сколько нам нам? Вон, 176 километров осталось пилить. Так, нам надо направо, да? А прямо эта дорога вообще идет? Ну, так-то вообще идет. Вот тут поехал прямо. Ну, нам туда, к сожалению, нельзя. Чего я порт не включил? Ну, ладно. Ничего страшного, я думаю. Так, ну что, больше половины пути мы проехали. Какая-то, она пришлась на очень красивые места. Ну, пиздец там какая-то опять гора. Ну, уже, я думаю, не так красиво. Так, опять какой-то ремонт дороги. Так, здесь уже без светофора. А, вот там правильно, там чисто полосу перекрыли. Тут как бы часть. Что, в принципе, можно разъехаться двум машинам. Так, вот заправочка по пути. Я сейчас думаю, как раз на нее заехать и заправиться. Потому что пол бака у нас уже нет. Ух ты, какой здесь в Норвегии бензин-то дорогой, а? Я где заправился? Что, в Германию? По евро 27. Да, в Германию заправлялся там уже. Оставился спать. Да, евро 27 было. Тут евро 61. Полный бак. Так, как у нас со сном-то дела? Четыре часа. Сколько нам ехать? Два часа. А, в принципе, смысл нам спать ложиться. Так, все. Держим путь дальше. Держим путь дальше. Так, здесь какие-то пять кривые и косые. Змейки и дороги пошли. Так, опасные повороты. Ну, для ляковушки 80 я тоже думаю, не стоит ехать. Хотя разрешено 80. На тягачи это точно лучше. Помедленнее. Потому что повороты очень жесткие. Опа. Аккуратнее, то еще можно этим трактоведкой кого-нибудь цепануть. Опа, фура, надо как-то разъехаться нам. Опа, фура, надо как-то разъехаться нам. Опа, фура, надо как-то разъехаться нам. Так, все. Змейка закончилась. Сейчас пойдет нормальная более-менее дорога. Ну, все равно красиво тут. Конечно, темнеет уже вечер поздний. Ну, такие деревья, горы. Все равно довольно-таки красиво. Так, сколько там нам? 116 км еще пилить. О, типа там высоковольтные эти провода идут. Так, мы походим под горку катимся, потому что скорость не падает. Так, осло прямо. Ну, понятное дело. А, тут пусть разъеха. Чтоб не перепутать, что еще такое случилось. Вот, гоняет, вот что получается. Не вписался. Довольно-таки такие необычные столбы высоковольтные. Что-то я нити такие не видел. Они какие-то тоненькие такие, но не очень высокие, так сказать. Допустим, в России восковольтные такие столбами вообще. Такие толстенные снизу. Конструкция сделана и очень высокие. Поезд поехал. Круто. Звук такой из туннеля. Нормально, дорога идет ниже, выше идет туннель, и там едет поезд. Не, все-таки европейцы довольно-таки такие все продуманистые, так скажем. У них так более все продумано. Более все рассчитано. О, сельское хозяйство там какое-то внизу. Вот и поезд. Давайте попробуем догнать. Вот он выехал из туннеля. Я сейчас переткрываю окошко, нинуточку. Чтобы его слышать. А, все, наши пути разъехались. Он немножечко левее ушел, я правее. Ну интересно, это так и есть было от природы, так и выдалбливали тут. Кстати говоря, вроде бы, ой, зимний период. Здесь расчищают дорогу, все, потому что закидывают снегом. За это прям антично проехать норвежцам. Так, нечто громкое. Мотора. Какая-то деревушка. Поселок. Круто. Так, опять заправка. Но я уже заправился, но у нас почти полный бак. Так что нам заправляться уже не надо. Круто, просто в лесу, у нас ненаселенном таком пункт, а вот населенный пункт, рядом. Я просто думал, заправка стоит такая. Так, пятьдесят тут надо ехать. Норвежьте любят очень везде камеры. Вот как раз таки камеры, следом и стоит. Вот маленький населенный пункт, но поставлена камера. И штрафы некоторые, смотрят, такие неплохие. Довольно-таки сильно бьет по карману. И а сколько там, на 27 км это превысило на стриме или на 26 как-то, мне обгудлено на 3040 евро. Какой-то городок что ли это? Это может быть уже Осло. Прикольно там так сделано вообще. На горе там какой-то. Вообще круто. Так, Осло дальше, да? Не круто так все-таки. Дома, они все разноцветные, вообще классно. Всяких разных цветов. Зеленый, желтый, красный, синий дома там. Так, Давоса нам сколько еще? 13 км. Ну и сюда уже, почти доехали. А вот я вижу уже пункт назначения. Так, все, нам на этом повороте поворачивать. Вот все, уже вижу флажок. Мы приехали. Так, все. Сак и 3. Ага, это какой-то лесопилка такая, да? Так, куда вам припарковать? Это вообще непонятно куда. Так, подтвердить. Как-то проехать. О, хорошо, что я не выбрал это вот они имели вот в виду, вот здесь под ангар что ли загнать прицеп. Так и не понятно, как-то. А, 100 сентябрях, да? Да, это не хотели, чтобы вот я сюда загнал. Просто я не выбрал, а? Сейчас бы еще, опа, помучался. Все, попробую заедет, то там так тесненько. Кстати, прицепы наставлены. Там какой-то прицеп крытый, этот с трактором стоит, двумя тракторами. Колеса все грязные. Так, сейчас нам не цепануть этот прицеп. Нормально, все, проехали. Да я особо не тороплюсь. Я просто хочу нормально проехать, ничего не цепануть. Мне надо еще немножко протащить вперед. О, все, хорош. Все, отцепляемся. Доставили мы этот трактор замечательный. Так, получили мы 14 тысяч своих. Сейчас мы без приключений, без всяких доехали. Все хорошо. Турист ходит. Угу, угу. Ну, круто, еще немножечко очевочку подкачал. Так, ну что. Остановимся мы тут. Глушим мотор, наручничок. Так, выключим эти проблесковые мячки. Ну что, вот такой получился видосик. Так, мы теперь ближе стали, как уже на границе со Швецией. Практически. Вот она, граница Норвегии и Швеции идет. Вот, в принципе, мы тут как бы вообще очень близко. А, тут вообще какой-то водоем, я смотрю. Это нам, чтобы в Швецию попасть нам. Ага, мы до Осло-то еще и до самого-то не доехали. Мы где-то недалеко от Осло просто там объект. Так что, в принципе, теперь делаем такой промежуточный видосик. В следующий раз будет уже стримчик. Мы как раз таки проедем по Швеции. Из Швеции попадем в Финляндию. А уже из Финляндии в Санкт-Петербург. Да, вот как раз таки. Может по Питеру покатаемся. Ну посмотрим. Нам главное до Питера добраться, а там дальше видно будет. Так что, смотрим этот видосик. Потом следующий будет стримчик. На этом видосик тогда закончим. Ставим лайки, оставляем комментарии. Обязательно подписываемся на канал. Будьте здоровыми, счастливыми, не болейте. Всем пока-пока.